Вакцинация закончена, но вирусы не отступают. Больничные листы Пауэрви получили 16 тысяч сибиряков. Мусорная реформа станет дешевле. Депутаты ЗАГСобрания уменьшили тарифы для предпринимателей и предусмотрели льготы для владельцев квартир. Ангарчане погрязли в долгах. Общая задолженность превысила годовой бюджет округа – это 7 миллиардов рублей. И больше возможностей для спорта на лыжебиатлонном комплексе Ангарский завершилась реконструкция. В Иркутской области завершается вакцинация против гриппа. По данным Роспотребнадзора, прививку поставили более 1 миллиона жителей при Ангаре. Это меньше половины населения. А вирусы продолжают атаковать сибиряков. За неделю с жалобами к медикам обратились около 6 тысяч пациентов. 90% – это подростки и малыши в возрасте до года. Всего в при Ангаре от работы и учебы по больничным листам с диагнозом ОРВИ отстранены 16 тысяч человек. Продолжаем выпуск. За вывоз мусора предприниматели при Ангаре будут платить в десятки раз меньше. Депутаты ЗАГСобрания договорились с представителями регионального оператора по обращению с ТКО о снижении тарифов. Кроме того, муниципалитеты наделили правом самостоятельно выбирать способ начисления. Подробности далее в сюжете. Мусорная реформа в Приангаре реализуется уже год. Сложный процесс на себе почувствовали как простые жители, так и бизнес-сообщество. Больше всего вопросов было связано с начислением стоимости услуг для предприятий. Есть компании небольшие, у которых максимум один контейнер мусора. Но согласно расчетам и нормативам им выставляют счет за 20-30 контейнеров. Никакого порядка, никакой справедливости. В ходе совещания спикера ЗАГСобрания Сергея Сокола с представителями бизнес-сообщества и руководством РТНЕО, регионального оператора по обращению с ТКО в зоне юг, было принято решение об изменении тарифов для предпринимателей. Теперь юридические лица будут платить не по нормативам, а по фактическому объему вывозимых отходов. При этом перерасчет для предпринимателей будет сделан задним числом с 1 января 2019 года, когда мусорная реформа только вступила в силу. По самым скромным подсчетам, экономия, например, для магазинов и супермаркетов составит в месяц до 60 тысяч рублей. Второе, о чем я попросил, это ограничить максимальный платеж за вывоз мусора для одиноких пенсионеров, проживающих в больших домах и квартирах. Оплата за мусор не должна летать в копеечку пожилым людям. Депутаты законодательного собрания продолжат контролировать реализацию мусорной реформы в предпринимательстве. Сергей Сокол вместе с коллегами намерен и дальше вести работу по совершенствованию новой системы. В частности, сделать упор на раздельный сбор мусора и переработку отходов. Собственно, такие цели авторы законопроекта по обращению с ТКО ставили изначально. А служба судебных приставов тем временем напоминает о долгах. В частности, это касается тех, кто планирует провести каникулы за границей. Сейчас в списке задолжавших ангарчан 9 тысяч человек. Выезд из страны для них запрещен. О таком ограничении сам должник может и не знать. Уведомлять о принятых в соответствии с федеральным законодательством мерах ведомство не обязано. Мы призываем людей проверять себя на наличие задолженности, то есть при покупке билета, проверять на наличие долгов, а также перед выездом хотя бы за 10 дней, за неделю, как минимум, еще раз не полениться, проверить себя на сайте службы судебных приставов или обратиться непосредственно в Ангарский районный отдел судебных приставов, чтобы проверили по базе себя, своих родственников, чтобы не испорить себе каникулы и предстоящие праздники. В настоящий момент на исполнении у судебных приставов находится более 130 тысяч производств. Суммарная задолженность ангарчан превысила за 7 миллиардов рублей. Это практически годовой бюджет всего округа. До 10 января 2020 года Иркутская область должна представить план реформирования системы здравоохранения. Такое поручение регионам дали в правительстве России. На ближайшие пять лет на развитие здравоохранения с федерального бюджета планируется потратить 550 миллиардов рублей. Сколько получит каждый из регионов зависит от того, как будут представлены программы. Готовность при Ангаре накануне обсудили в областном центре. Депутаты законодательного собрания при Ангаре, представители регионального министерства здравоохранения, общественники и журналисты. На повестке дня – реформа первичного звена здравоохранения. На ближайшие пять лет федерация готова потратить на преобразование более 550 миллиардов рублей. Деньги отдадут регионам при наличии соответствующих программ. В частности, Иркутская область должна четко изложить, сколько денег нужно региону и на что они будут потрачены. Срок – до 10 января 2020 года. Средства, которые будут выделяться федеральным бюджетом и областным бюджетом, будут направлены на следующие основные мероприятия. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт медицинских организаций. Я еще раз добавляю первичного звена. То есть это те медицинские подразделения, которые работают у нас на уровне до районной больницы и до поликлиники в городах. Оснащение медицинским оборудованием этих же учреждений первичного звена. Оснащение автомобильными автотранспортными средствами, кадры и цифровизация медицинских организаций. Региональным властям поручено проанализировать действующий кадровый состав во всех медицинских организациях и предложить план борьбы с кадровым дефицитом. А также составить список учреждений, требующих капитального ремонта и реконструкции. Отдельной строкой указать те здания, которые необходимо снести, а на их месте построить новые. Техническое оснащение больницы и поликлиник преимущественно должно состоять из аппаратов отечественного производства. Депутаты законодательного собрания в ходе работы круглого стола отметили, что модернизация системы здравоохранения в регионе ведется последние три года. Это инфраструктура, то есть непосредственно состояние наших лечебных учреждений, второе это то оборудование и третье это кадры. Мы с коллегами, в том числе из фракции «Единая Россия» еще в предыдущем созыве определили такую планку при формировании бюджета, чтобы около 500 миллионов рублей мы направляли как раз на капитальные ремонты и именно учреждения здравоохранения. И стараемся в течение вот этих, начиная с 17-го, 16-го года эту задачу выполнять. Более того, на последней сессии регионального парламента депутаты смогли существенно увеличить финансирование сферы здравоохранения. В бюджете предусмотрены средства на строительство и капитальный ремонт медицинских учреждений, а также приведение заработных плат медработников в соответствии с майскими указами президента, что должно заметно улучшить кадровую обстановку в медицине при Ангаре. Только в Ангарске за последние 10 лет терапевтов стало меньше более чем на 40%, а педиатров поубавилось почти на треть. В 37-й школе Ангарска присвоено имя Героя России Аркадия Королькова. В истории Иркутской области это первый случай, когда учреждение будет носить имя живого героя. На торжественной церемонии побывала наша съемочная группа. С 2000 года Аркадий Корольков носит звание Героя Российской Федерации. Медаль «Золотая звезда» присвоили ему за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе. С сегодняшнего дня судьба этого человека станет примером для нескольких сотен воспитанников 37-й школы Ангарска. Идея присвоит учреждению имя Героя у директора Ольги Желтоноговой возникла сразу после победы на Всероссийском форуме «Патриоты России». За победу в этом форуме Куба Королькова вручал нам сам Корольков. Это было здорово. И вот когда мы приехали с этого форума, все-таки мысль эта вот меня не покидала. Я очень долго думала, ну вот как же так обратиться, а почему вот не Аркадий Михайлович? Он был в нашей школе, он знает наших детей, он знает наши учреждения. Сегодня в России отмечается День Героев Отечества. Он был учрежден Владимиром Путиным в 2007 году. Теперь эта дата станет знаменательной для Ангарской школы патриотического воспитания. Имена живых героев школам присваивают нечасто. Особая ответственность, опять же, возиться на меня. Потому что получить звание Героя – это одно, а потом соответствовать ему звание – совершенно другое. Теперь еще надо соответствовать и звание, что школа носит в твое имя. Поэтому это большая-большая ответственность для меня. Ангарскому лицею номер два присвоено имя выдающегося ученого в области космического ракетостроения Михаила Янгеля. Есть в городе и школа мужества имени Юрия Болдырева. Имя Героя России школе присваивается впервые не только в Ангарске, но и во всей Иркутской области. В Ангарске увековечили имя еще одного героя – генерал-полковник Игоря Груднова. К сожалению, военачальника уже нет в живых. С 2016 по 2018 год он командовал Восточным округом войск Национальной гвардии. При этом многим ангарчанам он известен отнюдь не звание. Чем именно запомнился Игорь Груднов ветераном внутренних войск и почему горожане приняли решение увековечить его память, расскажет Александр Бычков. Человек железной воли и широкой души. Именно таким запомнили Игоря Груднова, бывшие сослуживцы. Место для открытия мемориальной доски, а именно войсковая часть 66-18, выбрано не случайно. Ведь именно здесь начиналась служебная карьера будущего героя России. С инициативой увековечить память Игоря Груднова выступил военный комиссариат, а также несколько ветеранских организаций. Это замечательный офицер, настоящий русский офицер и человек. Нам, ветеранам внутренних войск, повезло. Мы служили с Игорем Сергеевичем, мы общались с ним, дружили. Открытие памятной доски – это обращение к молодым, к новым поколениям. В Ангарске Игоря Груднова помнят все ветераны внутренней службы. За плечами две чеченские компании и целый ряд боевых операций. Как отмечаются служивцы, Игорь Сергеевич был одним из тех, кто мог сохранять мужество и самообладание в самых сложных ситуациях, даже под дулом автомата. В 1989 году у нас был совершен групповой побег с ИТК-2 вооруженными преступниками. Они захватили автомат, при этом совершили нападение на Часового и убежали. Они переправились через реку Ангару и, проводя спецоперации, Игорь Сергеевич Груднов один задержал двух вооруженных преступников и при этом проявил мужество. Он не стал подставлять ни солдат, ни офицеров. Сам вышел им навстречу, разоружил и задержал. Однако помимо служебных подвигов, каждый офицер помнит его как человека, лишенного тщеславия. Даже при высоком звании и на большом посту в рядах, вновь созданной Росгвардии, Игорь Груднов регулярно навещал боевых товарищей и при удобном случае дарил людям песни. А слова в них, как скажет любой военный, о самом главном – о родине, дружбе и семье. Александр Бычков, Дмитрий Швецов, Антон Бархатов. Местное время. На лыжебиатлоном комплексе Ангарский завершен второй этап реконструкции. Строительство дополнительных помещений началось в конце сентября. Сейчас спорткомплекс увеличился на 800 квадратных метров. В новых помещениях будут располагаться раздевалки, душевые комнаты и медицинский кабинет. Мы уже сейчас чувствуем, что наша материальная база для лыжных гонок приносит свои результаты в Ангарске. На сегодня лучшие лыжники в Иркутской области, в спортивных школах. Это заслуга и тренеров, и, конечно же, наличие вот таких условий дозанятий. Сегодня мы сделали еще один шаг вперед. Я думаю, в области нас уже не догонят в этом направлении. В следующем году лыжебиатлонный комплекс получит дополнительное спортивное оборудование. В проекте бюджета региона на это предусмотрено 40 миллионов рублей. В округе завершилась традиционная декада инвалидов. Торжественная церемония состоялась на сцене Дворца культуры «Нефтехимик». Мэр округа Сергей Петров поздравил руководителей общественных организаций и поблагодарил за тяжелый и добросовестный труд. Люди с какой-то ограниченностью, и в том числе и с психическими, и с физическими, они тоже такие же люди, такие же члены общества. Но в связи с ограничением по болезни, они выключены. И вот той самой необходимой потребности в принадлежности, признании, у них такая ограниченность в этом. И поэтому наша задача, чтобы они чувствовали себя невыключенными. Декада инвалидов – это то время, когда город как бы дает внимание, да, дает возможности, какие-то площадки предоставляет, чтобы участвовали спортивные площадки, культурные, вот, и поют народ, да, вот сейчас даже слышим, как это происходит и танцуют. Физические недуги не мешают людям с ограниченными возможностями здоровья вести полноценные жизни, даже выступать и завоевывать призовые места. Своими талантами ангарчане блеснули на церемонии закрытия. Перед зрителями выступил ансамбль мышкарей из местного общества слепых, а также другие творческие коллективы и общественные организации. Таковы новости к этому часу. Подробную информационную картину дня покажем в вечерней программе новостей. Не пропустите. Всего доброго и до встречи.